Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Взрывы в Ичне, следствие определилось с главной версией, а правительство с компенсациями, что решили? А то за считанные часы войну на Донбассе можно завершить в течение одной ночи, уверен замглавы миссии ОБСЕ. О чем речь? Лагерь строгого режима. Кто и зачем издевался над детьми в Хмельницком санатории? Большие планы Ники Хейли. Куда ушла представитель США в ООН и стоит ли Дональду Трампу нервничать? Министерство суицида. Очередное экзотическое назначение в британском правительстве. Кто составил компанию министру одиночества? Саперы приступили к разминированию территории в окрестностях 6-го военного арсенала в Черниговской области. Сейчас исследуют 16-километровую зону вокруг склада с боеприпасами. Несмотря на непрекращающиеся взрывы, местные начали возвращаться в свои дома и уже подсчитывают нанесенный ущерб. Даниил Снисер расскажет подробнее. Все подъезды к военной части остаются перекрытыми. Военно не пропускают даже местных, которые живут в ближайших к складам селах. Там продолжаются работы по разминированию территории. Окраина Ични. Тут до сих пор земля содрогается от ударных волн. Несколько раз в час на складе происходят взрывы, хотя уже и не настолько мощные, как накануне. Саперы обследуют лесополосу около воинской части. Проселочные дороги всплошь усеяны обломками боеприпасов. Проезд всем гражданским запрещен. Поселок Августиновка и военный городок Дружба расположены буквально в 200 метрах от склада. Пострадали больше всего. Дома, в которых уцелели стекла, можно пересчитать по пальцам. Когда приехали, ну, в шоке, я не знаю, что говорить. Пластик отпал, стекла нет. Страшно. Взрывы еще чуть, так страшно. Местные все же возвращаются в свои дома на свой страх и риск, обходя блокпосты через лес. Люди опасаются мародерства. Говорят, убегали из дома, прихватив с собой только документы. Мы своим ходом поехали, никто не уцелял. Случилось это все в полчетвертого ночи. Мы выехали быстренько. Там и дитина. Да, 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 да. Все в машину и быстренько уехали отсюда. Мы почули сами от себя выбор и поняли, что все взрываются склады. Потому что это все ясно. Мы слышали склады по телевизору раньше в Новый Богдановский, там, ну, везде по всем городам. Мы поняли, что это взрывы на складах на наших. В МЧС заявили, менее чем за сутки из 16-километровой зоны поражения эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Впрочем, вывезли не всех. Лидия Филипповна минувшую ночь провела в доме под грохотом канонады. Канонады. Спасателей так и не дождалась. Я в окно подивлюсь, не горит тут хоть лес. Бачу, нет, а так же. Загарила туда и дальше. Так что никуда не ходила. Ничего никуда. Никто не забрал. Никому не нужно, как сам себе живешь. Не было он на автобусе, на рейтинге? Я не знаю. Я из хаты не выходила в ночи. Сейчас местные жители собственноручно латают дыры на крышах и перетягивают пленкой разбитые окна. Все расходы чиновники обещают компенсировать из госбюджета. Но сначала поврежденные дома должна осмотреть спецкомиссия и зафиксировать нанесенный ущерб. Данил Сниссор, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер. Склад боеприпасов в Вычине не был защищен от возможных диверсий. Об этом сегодня заявил Юрий Луценко. Генпрокурор отметил, что в августе силы спецоперации проверили арсенал на безопасность. По результатам учений директора склада уволили. Однако с того времени никаких мер руководство так и не предприняло. Прокурор также сообщил, что после разминирования территории прокуратура проведет необходимые экспертизы. Первая версия про недбалість в Чернигове отпала от вчерашнего дня после показа военнослужащих службовцев. У нас есть основа говорить, что наиболее вероятная версия также есть диверсия. Но это очевидно. Мы находимся в состоянии войны. И, безусловно, уничтожение военнослужащих баз является одной из целых войн. Поэтому я поделяю стурбовость общественности про неналежный состояние охраны этих баз. Взрыв арсенала Вычни стал главной темой сегодняшнего заседания правительства. Что нового сообщили в Минобороны и ГСЧС и как Кабмин собирается помогать пострадавшим, узнаем от Ольги Теребинской. Правительство выделит 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий взрыва в Черниговской области. В частности, на восстановление разрушенных зданий и объектов инфраструктуры. Самое главное задание для нас, люди, это спасать жизнь людей. Все, что будет разрушено, не дай Бог, мы отбудуем. Нам нужно выйти буквально по каждому двору, подивиться, чьи есть руйнации. И, если есть, допомогти людям, восстановить все. И, безусловно, что нужно делать абсолютно четкие выяснения того, чтобы обеспечить безопасность наших стратегических запасов. Премьер также добавил, что, по его информации, люди в скором времени смогут вернуться домой. Те аэрофотоданные, которые я имею на сегодняшний день, говорят, что ситуация идет до того, что мы уже в ближайшем... Я не хочу забегать наперед, но в ближайшем время уже будет процесс отновления и повернение людей в свои домики. Что касается самого взрыва, то на арсенале могла быть заложена взрывчатка. Такую версию сегодня обнародовал министр обороны Степан Полторак. По его данным, первый взрыв произошел в 3.20 одновременно на трех хранилищах, а через полчаса раздалось еще шесть. Что произошло? Наш взгляд, характерный выбор, который произошел, они произошли таким образом, что сначала был хлопок, потом зарево, после этого два хлопка и уже выбор боеприпаса, свидетельствует о том, что имовернее, что была закладка боеприпаса для подрыва наших сховищ. Министр добавил, что на складах хранилось почти 70 тысяч тонн боеприпасов, из которых пригодных к использованию 43. По его мнению, предотвратить такой масштабный пожар не удалось из-за того, что оружие хранилось в ненадлежащих условиях. Почему удалось избежать? Я думаю, что недостаточно было обладания периметра. Мы надеянно можем избежать наши запасы тогда, когда мы побудуем закрытые железобетонные конструкции, которые надеянно обеспечивают охрану. Потому что если есть боеприпас на грунте, его избежать от диверсионной группы или даже недобалости, это невозможно. Полторак напомнил, что до конца года планируют построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов на трех крупнейших арсеналах Цветоха, Калиновка и Богдановка. Но добавил, что даже при достаточном финансировании Украине понадобится 15 лет для решения проблемы хранения боеприпасов. Говорили на заседании Кабмина и о штрафах за превышение скорости. В МВД предлагают направить часть полученных средств на улучшение безопасности автомобильного движения. 40% мы могли перераховывать от поступления для пользователей этих дорог, для собственников, и 40% для системы МВС, которая будет эту систему по дорогам устанавливать. Соответствующие изменения в ближайшее время направят на рассмотрение парламентария. Также сегодня Кабмин утвердил новые условия программы «Доступное жилье». Покупателям комментируют 30% от стоимости жилплощади, а переселенцам и участникам АТО – половину. Среди новаций – право на уже готовое жилье от застройщика, запрет на продажу в первые три года, пропорционально распределение участников в зависимости от населения в регионе. Также Кабмин разрешил устанавливать счетчики тепла в старых домах. В Минрегионе отметили, что благодаря этому решению украинцы могут самостоятельно выбирать оптимальную систему индивидуального учета тепла. Ольга Теребинская, Владимир Самченко, подробности, телеканал «Интер». Украинские военные зачистили запрошенную деревню в серой зоне и продвинулись почти на полтора километра вперед. Населенный пункт расположен в Волновахском районе. Несколько лет он находился под контролем боевиков. Все подробности от наших корреспондентов. В этом селе до войны жили 80 человек, но сейчас улицы пусты. Все уехали. Боевики грабили дома, держали людей в страхе. Это селище между двумя позициями, между нашими и противником. Воно уже довольно таки давно в серой зоне. Великая отстань между нами и ним, но мы его держим. В заброшенных домах боевики обустроили свои тайники, а территорию почти по всему селу заменировали. Кроме Минроссийского производства остались и другие следы пребывания здесь врага. Производитель Кензы, Москва, не для продажи, тушенка, пачки с подсыпая. Было оставлено сепаратистами, наверное, баловались, так как медикаменты, ампулы, спиртовая грелка. Кстати, грелка, скорее всего, из русского сухпайка. Наверное, какой-то ухимик с помощью этих медикаментов изготавливал наркотическое вещество. Сейчас село контролируют украинские военные. Они разминировали подходы и поставили заслоны. Продвинулись почти на полтора километра вперед. Двое наших армейцев погибли сегодня на Донбассе. Они подорвались на мине. Еще один военный был ранен в результате обстрелов. По состоянию на 6 часов вечера боевики 10 раз нарушали перемирие. Дважды применяли запрещенные калибры, использовали также противотанковые ракетные комплексы и весь арсенал пехотного вооружения. Противник ввел огонь практически по всей линии фронта, но больше всего досталось защитникам Травневого, Гнутого и Крымского. Военные действия на Донбассе можно завершить за считанные часы. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему телеканалу высказал замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. Срок его полномочий истекает в конце этого месяца. И он прилетел отчитаться о положении дел на Донбассе перед Европарламентом. С ним пообщалась и Елена Абрамович. Была бы политическая воля у всех без исключения сторон конфликта, тогда войну на Донбассе реально остановить всего за одну ночь, считает Александр Хук. По его словам, об этом свидетельствуют многочисленные режимы прекращения огня, которые объявлялись уже полтора десятка раз и демонстрировали хоть и временную, но эффективность. Техническая, то есть военная часть этого конфликта может быть завершена очень быстро. Я бы сказал, за ночь или даже быстрее. Отдавание приказов, прекращение огня, отвод техники, начало разминирования. Это принципиальные меры, которые, как мы знаем, зависят только от сторон. Минские договоренности не выполняются, и это очевидно, отметил Александр Хук. И признал, даже если бы Украина полностью их придерживалась и не открывала огонь в ответ, это не улучшило бы ситуацию. Нужна воля всех сторон. На данный же момент ситуация далека от заявленной на бумаге. Во-первых, расстояние между украинскими войсками и вооруженными формированиями иногда достигает меньше 50 метров. Во-вторых, наличие у обеих сторон линии соприкосновения тяжелых вооружений, минометов, тяжелой артиллерии и даже несколько ракетных пусковых систем, которые находятся в местах, где их можно использовать. Они не отводятся и не убираются с территории. Однако хорошим признаком того, что этот конфликт все же можно завершить, является отсутствие скрытой вражды. Более того, ежедневно линию разграничения пересекает до 40 тысяч украинцев. Это является четким сигналом, что люди не верят в эту границу, отметил Хук. В других конфликтах я видел ситуацию, когда военные действия дополнялись ненавистью друг к другу обеих сторон по линии соприкосновения. Но этого здесь нет. Любой украинец, которым мы говорили, будет осторонник позиции правительства или противник. Во всяком случае, большинство из них идентифицирует себя как граждане Украины. Все они говорят, что не хотят этого конфликта и ждут его завершения. Но реально поставить точку в этом конфликте должны не мирные жители и не военные, а только политики высшего ранга. Все без исключения подписанты минских договоренностей. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Украина планирует перенять опыт НАТО в реабилитации ветеранов. Об этом говорили в парламентском комитете по вопросам соцполитики. На встрече присутствовали украинские депутаты, представители Министерства обороны, здравоохранения и ветеранских организаций. Вместе с делегатами из Великобритании и США они составили план работы с военными в Украине, а также обсудили необходимость создания профильного министерства. Трастовый фонд НАТО был основан в 2014 году, и тогда же мы получили запрос от президента на реабилитацию бойцов АТО. Путь, который мы начали, будет продолжаться по крайней мере 4 года, до 2020-го, в том числе благодаря Болгарии, которая согласилась быть спонсором этого проекта. Я предлагал разработать военно-медичную доктрину, построить четкую вертикаль заходов, засобов, центров, которые будут думать о нашего солдата, разработать стратегию реабилитации и предпочитать в рамках этой доктринной стратегии створение урядового органа, который будет обеспечиваться вопросами не только солдат, но и наших полицейских, и наших коллективных милиционеров. Министерство ветеранов будет денег, в Министерстве ветеранов будет санаторий. В Министерстве ветеранов не будет коррупции. Вот три условия, за которые Министерство ветеранов в Украине потребуется. В квартиру координатора праворадикальной организации СИ-14 Сергея Мазура бросили гранату. Инцидент произошел в Борисполе около полуночи. Злоумышленники швырнули гранату в открытую форточку. Осколками РГД-5 ранило отца активиста, его госпитализировали. Во время взрыва дома также находился сам Мазур и его мать. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. Рассматривают несколько версий, российский след или месть в бандформировании. Сейчас полиция Киевской области создана следовательно-оперативная группа на челе с заступником начальника полиции, который будет руководить эту следовательно-оперативную группу, собирать и анализировать всю информацию, которую соберут работники криминального блоку. Мы собираем все свидетели, мы шукаем свидетелей. И вот когда будут проанализованы эти все материалы, возможно, будет переквалификация на более тяжелую статью. А это, возможно, будет и терроризм. Кто заменит Хейли? Неожиданная отставка посла США при ООН. Сегодня главная тема для американских СМИ. Кто будет вместо нее? И как поменяется позиция Штатов в результате этой кадровой ротации, разбирался Дмитрий Анопченко. Для Дональда Трампа нет понятия команды, он легко теряет людей. Но с Ники Хейли расставался с видимым неудовольствием. Она всегда была для меня особенной. Делала великолепную работу, да еще и человек замечательный, что не менее важно. Признался президент репортером, отметив, что Хейли в любой момент может вернуться в администрацию. Сказал, выбирай, что хочешь. Но женщина в ответ только рассмеялась. И вся Америка теперь гадает, почему представители США при ООН, а это не просто посол, это должность в ранге министра, она напрямую президенту подчинялась, написала заявление по собственному. Для многих в президентской администрации эта отставка стала сюрпризом. Не ожидали. Припомнили, что на прошлой неделе Хейли встречалась с Трампом. Видимо, тогда все и решили. Но ее уход до последнего держали в тайне. Что для Белого дома, в принципе, не свойственно. Сколько Трамп при должности чиновники, которые его недолюбливают, постоянно сливают секреты прессе, но не в этот раз. Формальная причина усталость. Мол, еще весной Хейли сказала, в конце года хотела бы отдохнуть, и в сентябре-октябре покинет свой пост. Но в дипломатических кругах это не верят. Говорят, конфликтов с президентом у нее ведь не было. Жили душа в душу. Поэтому и начались разговоры. Мол, амбиции у Ники Хейли куда масштабнее, чем работать в ООН. Дескать, она страну хотела бы возглавить. А значит, нужно вовремя покинуть тонущий корабль. Дистанцироваться от нынешнего главы государства. И хотя сама Хейли признала журналистам, в 2020-м она не будет конкуренткой Трампу, люди, которые близко ее знают, признаются. Расчет здесь на другие выборы 2024 года. Многие уверены, что Хейли как раз тот человек, который способен выиграть и номинацию в республиканской партии, и затем борьбу за главное кресло в Белом доме. Ее рейтинг одобрения уже сейчас 63%, на треть больше, чем у Трампа. Но чтобы выиграть потом, сейчас нужно уйти в тень, исчезнуть из заголовков газет и с экрана телевизора. Выбрать замену задача сложная. Время вольностей закончено. Дональду Трампу на этом посту нужен человек, от которого не придется ждать сюрпризов. Предсказуемый, управляемый, лояльный. Поэтому и пошли разговоры. Может ему дочь Иванку на этот пост назначить? Иванка была бы потрясающим кандидатом, но это не значит, что я ее выберу, поскольку меня обвинят в кумовстве. Хоть я и не уверен, есть ли кто-то во всем мире компетентнее ее. Слухи распространились так быстро, что Иванке пришлось даже опровержение в Твиттере написать, мол, замена Хейли это вовсе не я. В итоге рассматривают целый ряд претендентов, среди которых бывшая замглавы Совбеза США Дина Пауэлл. Но выбор еще не сделан. И для Трампа это будет альтернатива между лояльным к нему чиновником, так ему самому удобнее, и компромиссной фигурой с громкой антироссийской риторикой, способной удовлетворить Конгресс и противников президента. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Отопительный сезон под угрозой срыва. Из-за долгов перед НАК-Нафтогаз тепловикам сырье не дают, а людям в свою очередь нечем платить. При этом очередное повышение тарифов на тепло не за горами. Как пережить грядущую зиму? Об этом сегодня говорили в Каменском Днепропетровской области. Подробности в материале. Коммунальное автотранспортное предприятие Каменского занимается вывозом мусора. Компания переживает не самые лучшие времена. Машины нужно было заменить давно, говорит директор Игорь Иванкив. Но у города не хватает средств, поэтому просят помощи у государства. А вот трудовой коллектив беспокоит нынешние цены на газ и отопление. Говорят, их зарплаты слишком маленькие, чтобы рассчитаться за коммуналку по таким заоблачным тарифам. Сильно тяжело прожить. Даже по сравнению взять два года назад, то по отоплению у меня выходило меньше, чем в прошлом году. А тепла я в квартире не чувствую. Людям нечем платить за коммуналку, признается народный депутат Юрий Бойко. Долг населения уже превысил 40 миллиардов гривен. И он будет только расти. Под угрозой срыва отопительный сезон. Из-за долгов перед Накнафтогаз тепловикам газ не выделяют. Сегодняшнее правительство и сегодняшний нефтегаз сделали заложниками и должниками всю страну. Тарифы будем снижать, естественно, уже после смены власти. И если в этом будет проблема с отношением с МВФ, то вплоть до того, что надо пересматривать условия работы с МВФ. Нельзя соглашаться на такие кабальные условия, которые сегодня привели к задолженности. По словам Юрия Бойко, рассчитывать на субсидии людям не стоит. Правительство решило сэкономить на этой статье расходов и отдало приоритет силовикам. Именно для них госбюджеты на следующий год запланировали миллионные суммы. Мы категорически против того, чтобы в бюджете страны росли затраты на силовой блок. Причем это даже не армия, это прокуратура, полиция, служба безопасности. И фактически снижались затраты и выплаты на социальные нужды. Мы дали свое предложение, мы нашли дополнительные источники, мы показали, где сократить выплаты на силовой блок. И мы считаем, что должен быть бюджет справедливый, бюджет социальный, а не тот бюджет полицейского государства с нищим населением, которое предлагается проголосовать. В таком варианте оппозиционный блок не будет поддерживать бюджет 2019, как и закон о защите украинского языка. Его в первом чтении приняли на прошлой неделе. Юрий Бойко подчеркивает, что первым делом власть должна выводить страну из-за экономического кризиса, а не разделять ее популистскими законами. Елена Медлюк, Иван Виленко, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Кризис в прифронтовом поселке Горска, это Луганская область. Местная шахта, единственное крупное предприятие, которое обеспечивает работой весь поселок, остановилась. Люди грозят масштабными протестами. Все подробности выяснили мои коллеги. Шахта Горска, одна из старейших на Донбассе, находится в прифронтовом Горске. Почти месяц назад ее отключили от электроэнергии. Работает только система откачивания воды, без которой шахту затопит. Надвигается зима, подготовка к зиме не ведется. Наш скиповой ствол стоит, хотя он должен у нас постоянно работать. Это нам может отразиться, что шахта наша уже будет и никому не нужна, потому что это проведет к огромнейшей аварии. Компрессора все размерзнутся, и мы уже сами не сможем выкачивать этот уголь. Причина – долги за электроэнергию. Кроме того, горнякам несколько месяцев не выплачивают зарплату. Люди боятся, что шахта может закрыться. А это – градообразующее предприятие. А все, нету Горска. Если она только закроется, шахта – Горска нет. Больше работать негде. Чего мы держимся за эту шахту руками, ногами и зубами? Кроме того, если закроется шахта, не будет работать единственный в городе детский сад. Он выживает только благодаря финансированию от предприятия. Ой, если шахта станет, станет, наверное, весь город. И в садик, конечно, тоже. Дети шахтеров ходят абсолютно, почти все сюда. И не только шахтеров. Горняки в остановке шахты обвиняют генерального директора госпредприятия «Первомайскуголь», в которое входит шахта. Дескать, вместо того, чтобы погасить задолженность перед энергетиками, гендиректор Артур Мирумян раздает деньги своим приближенным. Трудящиеся, уже 4 месяца не получают заработную плату. Просто-напросто ее не получают. Это проблема, проблема. Но в то же время, отдельные должностные лица ГП «Первомайскуголь» под предводительством Мирумяна выписывают себе помощь и получают, заметьте, если это не голословно, а в ей декларациях по 300 тысяч. Доказательства своих слов показывают распечатку электронной декларации Виктории Тищенко, главбуха госпредприятия. Ни ее, ни самого Артура Мирумяна на рабочем месте не оказалось. По словам людей, он мог уехать в Киев. Генеральный директор вчера покинул здание, помещение. Пообещал трудящимся написать заявление на расчет. Ну, в данный момент его в Киеве нет, где он есть, но на предприятии не знаю. Позже нам удалось встретиться с гендиректором предприятия «Первомайскуголь» уже в Северодонецке. По его словам, шахте нужно 800 тысяч гривен, и тогда энергетики снова подключат ее к сети. Но денег нет, хотя шахте должны десятки миллионов гривен. Но уже другое госпредприятие. Активы в виде 45 миллионов гривен, которые мы отгрузили на Держвуглопостач, который является оператором между государственным предприятием «Первомайскуголь» и «Центрэнерго», конкретно «Ульгорская ТЭС». Этот оператор нам не платит уже порядка полутора месяцев. Ни одной копейки мы не получили. А вот пресловутые 300 тысяч гривен помощи, появившиеся в декларации главного бухгалтера, должны вернуть. Это возвратно-финансовая помощь. Выделена была еще 7 августа. Человек получил деньги. Она мать-одиночка, переселенка. Здесь проживает тоже с немоносъемных квартир. Ситуация тупиковая. И с каждым днем простое шахты. Обстановка в прифронтовом поселке накаляется. Руслан Смещук, Богдан Савруцкий, Игорь Щепет. Подробности телеканал «Интер». Украинской экономике не хватает инноваций и креативности. Об этом лидер «Батькивщина» заявила на встрече с предпринимателями малого и среднего бизнеса. Она уверена, что сейчас Украина движется неверным путем, а предыдущие попытки изменить страну были провальными. Политик напомнила, что по легкости ведения бизнеса наша страна сейчас на 76-м месте в мире, а по уровню бедности на 10-м. Я еще право, как управляется Украина, право не принимать лишних. Для Украины достаточно максимум природы, для того, чтобы не чудесный результат и побачить уже серьезные срушения. В Верховной Раде разработают законопроект об усилении защиты прав женщин. Об этом в ходе парламентских слушаний договорились члены межфракционного депутатского объединения «Женщины. Мир. Безопасность». Сегодня под куполом обсуждали, как бороться с дискриминацией женщин из социально уязвимых групп. Все подробности в материале. Равные права женщин и мужчин в Украине только декларируют. На самом деле, украинские женщины ежедневно сталкиваются с дискриминацией, уверены в Министерстве социальной политики. Впрочем, первые успехи в борьбе за права женщин есть. К проблеме дискриминации удалось привлечь внимание, а значит, об этом в Украине уже не забудут. Первая инициатива, которая нам уже удалось реализовать, это то, что мы выяснили ответственность в Вице-Премьер-Министра на уровне Вице-Премьер-Министра за координацию гендерной политики. Мы впервые разработали национальный план с выполнением, план действий до 2021 года на выполнение конвенции про ликвидацию всех форм дискриминации. Стоит отметить, что это первые за 6 лет парламентские слушания, касающиеся защиты прав женщин в Украине. На заседании выступила и сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Женщины. Мир. Безопасность» Наталья Королевская. Будет подготовлен комплексный законопроект по социальной защите женщин, женщин-переселенцев, женщин-пострадавших, женщин с ограниченными возможностями, многодетных семей. Также женщины подготовили комплексный законопроект по социальной защите и поддержке детей, потому что мы знаем, за последние 4 года почти все программы по материнству и детству сокращены. Безусловно, мы отстаиваем, настаиваем на том, чтобы был принят квотный принцип женщин, адекватный квотный принцип присутствия в органах власти и в парламенте, чтобы следующие выборы проходили уже женским лицом. Нардеп отметила, сегодня важно, чтобы женщины забыли о политике и амбициях, отложили в сторону все, что их разъединяет, и решили самые важные проблемы в стране. Такие примеры уже есть. На прошлой неделе состоялся Киевский глобальный саммит. Под одной крышей собрались политики из разных лагерей, но в итоге удалось договориться о создании рабочей группы по обеспечению социальной защиты людей, пострадавших от боевых действий. Константин Редин, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. В Ривненской области снова нашли незаконно добытый янтарь. 33 килограмма правоохранителя изъяли в селе Тынное Сарнинского района. Предварительно его стоимость оценивают в 280 тысяч гривен. Рейд полиция проводила по домам тех, кого подозревают в нелегальной добыче. В одном из дворов нашли также мотопомпу и пожарный рукав, который обычно используют старатели. И обладание для незаконного выдобутка бурштину. Жесткое оздоровление. В одном из детских санаториев Хмельницкой области воспитатель издевался над своими подопечными. Наши корреспонденты пообщались с детьми. Что стало известно? Давайте посмотрим. Вот эту фотографию украдкой сделал 12-летний Борис. Дети стоят на коленях возле стены с вытянутыми руками. Мальчик позвонил маме и рассказал, что воспитатель над ними издевается. А вот руководство уверяет, ничего об этом не знают. Дескать, все это устроили сами дети ради забавы. После этого большинство родителей забрали своих детей домой. Андрей остался. Говорит, он на коленях не стоял, но якобы видел, как все происходило. И точно повторил слова заведующей. А вот 11-летний Артем, он есть на фотографии, рассказывает все совсем по-другому. По его словам, так воспитатель решил наказать ребят за то, что они никак не могли угомониться перед сном. Мы дурили подушками. Мы потом, он пришел, вывел нас и поставил нас на колено. И сказал поднять руки до горы и стоять. Кто? Пока он не прийдет. Алексей Васильев. Та фото, это не все фото. Там еще с другой стороны на стенку еще все стояли. Еще там много было детей. Артем даже показал нам, где все происходило. Ну вот такого мы стояли. Был один хлопчик, он еще правильно не стал. Саша его звать. По словам мальчика, педагог постоянно оскорблял детей. А на следующий день после воспитательной процедуры просил никому об этом не рассказывать. Перед тем, как приехала полиция в вечере, в этой ночи, он до меня пришел и сказал, чтобы я сбрехал. Он нас вывел на коридор, сказал, чтобы мы успокоились. Он пришел покурить, а мы специально встали и сфотографировались. Только после того, как информация о случившемся появилась в интернете, в санаторий съехались все. Полиция, чиновники, социальные работники. Почему не стали разбираться сразу, замначальника службы по правам детей не ответил. Я не могу коментовать ничего. Не смогли мы пообщаться и с главным героем этой истории. После инцидента воспитатель уволился. Но если его вина будет доказана, избежать ответственности ему не удастся, уверяют в полиции. Там уже начали уголовное производство. Ксения Барвиненко, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности, телеканал Интер, Хмельницкая область. Экологическая интеграция. В Страсбурге обсудили инициативы Украины по охране окружающей среды. Во время конференции в Совете Европы украинские депутаты рассказали европейским коллегам об успехах в создании экологически осведомленного общества и о том, насколько стандарты Украины относительно защиты окружающей среды, близки к требованиям ЕС. В частности, говорили о благотворительных инициативах, таких как социально-гуманитарный комплекс Фельдман Экопарк. Это площадка, где, среди прочего, воплощают проекты по психосоциальной реабилитации и спасению диких и домашних животных. Очень много мы говорим о том, что у нас происходит плохого в Украине. Мы говорим о том, что у нас война, что нам тяжело. Это действительно так. У нас война и нам тяжело, но мы потихонечку растем. Мы выполняем то, что нам предписывает Европейский Союз. И хотелось показать, что такое Украина сегодня. Насколько у нас уже можно учиться. У нас программы, которые к нам приезжая, европейцы удивляются и перенимают. Как спасение рукокрыла, как ремпродукция животных и так далее. На этой площадке, в парламентской селе Рада Европы, мы как раз и показываем, что в Украине есть сегодня люди, которые не бойдужи до завтрашнего своей державы, своей нации и в целом нашей цивилизации. И именно через такие экопарки, через восстановление, сведомость о сбережении экологии, мы как раз и показываем ценность нашу украинскую. Новая должность в британском правительстве. Там назначили министра по суицидам. Почему понадобился такой пост, и что именно будет входить в обязанности этого чиновника, узнаем от нашего британского Сапкора Светланы Чернецкой. Правительство Великобритании пополняется совершенно нетрадиционными должностями. Вот только в начале года здесь создали пост министра по одиночеству, а теперь ему не будет одиноко, поскольку премьер вела еще одну необычную должность. Министра по суицидам. Главная обязанность нового чиновника – разработать стратегию по предотвращению самоубийств. Хотя количество суицидов в Британии уменьшается, все равно каждый год около 4,5 тысяч человек лишают себя жизни. Наши правительства делают все возможное, чтобы уделить психическому здоровью столько внимания, сколько нужно. И мы обеспечим равное отношение к душевному и физическому здоровью в системе здравоохранения. Также это правительство обеспечивает рекордное финансирование программ по психическому здоровью. Новую должность заняла Джеки Дойл-Прайс. Сейчас она работает в Министерстве здравоохранения. Дойл-Прайс будет отвечать и за привлечение психологов в школах. Они будут оценивать психическое состояние учеников. Решение о создании новой должности приняли на фоне большого саммита, посвященного психическому здоровью. Его участники – министры, чиновники и политики из 50 стран мира. Посетили саммит также герцоги. И герцогиня Кембриджский, принц Уильям, супруга Кель, являются патронами нескольких благотворительных организаций, занимающихся психическим здоровьем. И эта тема им очень близка. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Где теперь можно быть и не мужчиной, и не женщиной? Какова на вкус немецкая политика? И почему жители Калифорнии взялись за топоры? Обо всем этом прямо сейчас. Пластиковый прибой. Побережье Гаити покрылось тоннами хлама. Пакетами, бутылками, одноразовой посудой и контейнерами для еды. В стране практически отсутствует система сбора и переработки отходов. Местные жители выбрасывают все, что им не нужно, в воду. Так мусор попадает в Карибское море, а волны выносят его на берег. Ни мужчина, ни женщина. Жители Нью-Йорка теперь могут выбирать гендерно-нейтральную опцию X в своих свидетельствах о рождении. Такое распоряжение подписал накануне мэр города. Люди, которые не ассоциируют себя ни с одним из полов, смогут с легкостью менять документы. Подтверждение врача для этого не требуется. У берега в Австралии спасли детеныша кита. Малыш запутался в сетке для акул. Это заметил один из отдыхающих на побережье и вызвал спасателей. Им понадобилось два часа, чтобы распутать невод. Все это время родители малыша не отплывали от лодки. Как только операция закончилась, семья китов сразу же уплыла в открытый океан. Почувствуй этот ритм. С такими словами полицейский из Луизианы показал внезапный танцевальный перформанс. В качестве музыкального сопровождения – полицейская сирена. Благодаря необычным танцевальным навыкам у мужчины даже появились фанаты – местные детвора. Попробуй политику на вкус. Баварский кондитер делает пирожные с логотипами немецких партий. В преддверии выборов в земельный парламент мужчина создал новое блюдо – маленькая четверка. Сладости под именами четырех главных конкурентов. В его кондитерской свой избирательный участок. Чей логотип раскупится быстрее, тот и победил. Вкуснее всего покупателям кажется партия «Меркель». Калифорнийцы взялись за топоры. В Лос-Анджелесе набирает популярность новая забава. В этот своеобразный тир на севере Калифорнии запись уже на несколько недель вперед. Тут проводят корпоративы, празднуют дни рождения и повышение по службе. Некоторые приходят сюда на первое свидание. Но чаще всего здесь отмечают развод. Менеджер заведения рассказывает – самый популярный вопрос от клиентов – нельзя ли прикрепить фотографию на мишень? Это все новости на сегодня. Уютного вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра.